Всем привет, в этом видео поиграем на советском сетапе 4.0, в него будет входить KV-1E, T-34E и СУ-152, да, на средних рангах есть СУ-152, то есть самоходка, плюс Як-9К, который сейчас хайпует, на самом деле это видео больше, наверное, про него будет, потому что мы перешли к формату именно лицплея а-ля геймплея именно на средней ранге, потому что вот много таких машин значимых, которые люди обсуждают, поэтому тут, наверное, сетап вообще построен вокруг этого самолета, но он как бы самолет, поэтому вот поставил я еще плюс штурмовик ИО-2 или же ИО-8, ну то есть продолжение ИО-2, ну и плюс зенитка, то есть состав у нас сетапа такой же дефолтный, как и топов, понятное дело, что на средних рангах можно составить более объемный сетап из разных машин и в целом им всем отыграть, потому что на средних рангах не настолько быстрые бои, нежели на топ-тире, да, и поэтому я все же буду придерживаться, наверное, все же своей концепции именно шести машин, нежели большой какой-то огромный сетап составлять, и плюс, да, как вы поняли, на средних рангах, раз мы делаем про это видео, у нас будут премиумные машины в сетапе, потому что я, когда делаю именно про топы, стараюсь туда премы не запихивать, потому что топовые пакеты стоят по 70 долларов, ну или там по 5 тысяч, да, то есть очень дорого-богато, средние ранговые машины, они довольно дешевые, и большинство игроков, которые не особо хотят донатить или не способны донатить, то есть по-разному, они, если что-то и покупают в этой игре, они покупают именно средние ранговые, потому что оно и фармит, и играется оно легче, и в целом, ну, не знаю, этому геймплею, наверное, уже больше 10 лет, вроде как, да, вот этот КВ-1Э, он вроде как с самого начала существования танков есть, вообще есть КВ-1Э именно немецкий, он вроде дорогой, он, наверное, 70 долларов тоже стоит, но вот этот вот КВ, его именно советский оригинальный продают на праздники, то есть, в принципе, если хотите, скажем так, рекламирую, можете покупать, потому что если тут составлять сетап из, ну, не из премиумных, а из линейных машин, то у вас будет КВ-1ЭС тут стоять, а КВ-1ЭС, но у него брони поменьше, соответственно, вы будете танковать меньше, и больше будет, скажем так, зависимость от скилла, а тут зависимости от скилла никакого нет, хотя, ладно, все же, надо уметь играть на средних рангах, чтобы в целом нагибать. Вообще, почему я пошел играть на средние ранги, или даже, можно сказать, уже резервы, нежели это средние ранги, средние ранги это, наверное, 6,7, хотя, наверное, про 6,7 тоже буду делать. В общем, почему пошел на эти БРы, потому что я пока еще не все нации топов прокачал, потихонечку качаю, и пока вот, как, скажем, отдых от этих ваших топов, потому что топы, я так понимаю, все же не всем нравятся, будем играть на вот таких вот среднеранговых машинах. Ибо эти среднеранговые машины, они, как говорится, народные, и люди в большинстве своем знают именно War Thunder, именно танковый War Thunder, все же по этим боевым рейтингам. Именно поэтому вот эта вот последняя херня, я назову честно, про каморники, которая была развеяна, да, она вот именно была связана с тем, что очень много игроков играют на этих средних рангах, и плюс очень много игроков играют именно на вот таких а-ля имбах, я не знаю, там немецкое КВ или советское, ну, скорее, играют именно, наверное, на немецкое КВ. Есть такой отдельный жанр статистов, тундры, которые играют на среднеранговых имбах, и, значит, говорят, что они супер-мега-ультра-скилловые, потому что скил, видимо, есть только вот на этих средних рангах. На самом деле, не считаю, что огромный скилл есть на этих рангах, потому что, ну, эти боевые рейтинги, они по большей части наполнены новичками, то есть вы новичок, против вас новичок, и, соответственно, если у вас, вот как у меня, наиграно довольно много игр, то для вас этот боевой рейтинг не будет чем-то сложным в целом по игре, то есть тут дело будет скорее, наверное, в настроении, в котором вы играете, то есть в целом тундру играть, наверное, без настроения не очень хорошая идея, но если вы довольно опытные, то есть наигранные, я не знаю, ну, я так на вскидку, наверное, оценю, наверное, тысяч пять-десять боев именно в РБ, именно танковых, то для вас этот боевой рейтинг и вот этот геймплей не будет составлять чего-то сложного, довольно легко, на самом деле, играется, особенно если вы покупаете, опять же, вот такие вот сильные машины, как КВ-1Э, то есть КВ-1Э, это действительно довольно сильная машина, которая может и танковать, и нагибать, но понятное дело, что эту машину можно спокойно убить, то есть если вы будете ее встречать, она в мехводу убивается, в щечку пробивается, но если нам повезет, и мы встретим игроков именно не очень опытных, то есть новичков, то есть если тут рандомно какого-нибудь игрока открыть, я не знаю, допустим, это вот 33 уровень, да, шведовод, то есть они могут стрелять по вам криво, и поэтому да, поэтому в целом средние ранги, я не знаю, почему считают настолько скилловыми, видимо, об этом смысл есть какой-то, в том плане, что люди научились играть, видимо, только на этих боевых рейтингах, а все, что выше, уже учиться не хотят, а у меня вот душа и сердце лежат к топам, поэтому будем, как говорится, делать видео тоже про средние ранги, вот меня, допустим, что-то не пробило, пума, там пазик приехал какой-то, так, ну вот мы сделали 5 фрагов, при этом я просто, ну, даже не напрягаюсь, даже не стараюсь особо чего-то думать, вот я даже не вижу танки, которые где-то что-то катаются, допустим, пуму не увидел сразу, да, этого пазика не сразу увидел, но зато, зато народные машины, видите, стоит М24, не знает, как меня пробить, и не пробил, там что-то стрельного, пазик, видимо, тот, который второй, но опять меня что-то не пробило, Шерман теперь меня не пробил, так вот, и я его не пробил, ай-яй-яй, танкуем, танкуем, это в щеку кто-то стрельнет, раз такое дело, в щеку я его не пробил, что ж ты будешь делать, это подкрутка нет урона, это подкрутка нет урона, да, это пазик, он стоит, а ну-ка, интересно, если отсюда вот такую еду меня пробьет, не пробил, довольно, довольно интересный геймплей, вот, поэтому, да, тут можно начали играть, но вот на расслабоне, ну и плюс, наверное, этот сетап можно посоветовать, если вы выполняете какие-то, не знаю, задачи, либо марафона, то есть эти звездочки, которые за очки миссии, да, там, марафон танковый, допустим, или если вы выполняете, к примеру, ну, не знаю, задачи батлбаса, к примеру, тоже можно на этом сетапе вполне себе играть, и это довольно чуловый сетап, без напряга, и КВ-1А, даже советский, хотя, опять же, повторюсь, немецкий более хайповый, потому что он играет не против пазиков, он в основном свое играл, по крайней мере, а именно против советов, у советов менее пробивные пушки, поэтому немецкого пазика будут с трудом пробивать, но, наверное, это уже не особо актуально в рамках обычных игр, потому что того же пазика добавили Италии, у шведов он есть, то есть, если пазик попадается в этих наций, он опытный, в принципе, КВ-шку эту он пробьет, то есть, опять же, вот эти вот среднеранговые все машины, они, конечно, веселые, на них можно играть на челе на расслабоне, но я, наверное, опять же, да, во второй раз повторюсь, что этому геймплею уже больше 10 лет, да, новички, которые, допустим, играют только в Road of Tanks, они будут с этого геймплея в афиге, в том, что, вау, тут можно ваншот кидать, но для опытных игроков, которые в эту игру уже играют очень-очень много, тут на самом деле ничего такого сверхъестественного нет, я на самом деле даже, когда хочу отдохнуть от топов танковых, я скорее пойду поиграю, я не знаю, в какую-нибудь другую игру, либо на самолетах полетаю каких-нибудь, даже не важно, топовые, либо среднеранговые, то есть просто перейду в какой-нибудь другой режим, даже в кораблике, кстати, нужно поиграть, вот, нежели на этих средних рангах, для меня этот БР потерян, но на эту неделю, скажем так, будем развлекаться на этих ваших КВшках, ну, то есть, видите, да, первый выезд на КВ-1Э, значит, без напряга потанковал, без напряга пострелял, попал в сессию, получается, новичков, показал скилл, нагнул, на топах так нельзя, понятное дело, потому что топы довольно сложно играть, хотя вон прошлое видео, которое было про шведов, если вы смотрите в порядке очереди, которые видео выходят, это предыдущее видео было про шведов, и вот на шведах, по-моему, я в первом бою набил ядерку, да, на старую 122, ой, то есть я танковал, танковал, а ты у меня убил, вот, а тут, тут в чем проблема, тут проблема в том, что ты вроде вот и играешь хорошо, а ядерки-то нет, ядерка, кстати, кому интересно, начинается с боевого рейтинга 6.7, и вот, может, если мы будем делать видео про боевой рейтинг именно 6.7, что, скорее всего, будет, да, напишите, кстати, в комментариях, какой сетап вы хотите, ну, и лайки не забывайте ставить, опять же, народные БРы делаем, для вас, кстати, я бы делал, наверное, про какие-нибудь опять предтопы, про какой-нибудь там 9.0, 9.3, ну, вот, народные боевые рейтинги 4.0, катаемся на КВшке, чилим, отдыхаем, ну, и серебро фармим, кстати, да, вот на средних рангах можно серебро фармить, а ну-ка, сколько я тут нафармил, можно серебро, кстати, фармить 60 тысяч, ладно, так, ну, мы поиграли на КВ-1, теперь можно взять Т-34 Э, кстати, по-моему, есть еще премиумная 34-ка экранированная, но она дорогая, наверное, ее покупать не стоит, потому что она отличается от этой, вроде как, только тем, что на башне бортовые экраны появляются дополнительные, да и все, то есть, в целом геймплей тот же самый, не знаю, она там, наверное, под 100 долларов стоит, потому что она то ли за ЗБТ, то ли что-то такое, и... или в Ивенте каком-то было, я не помню, если честно, подскажите мне, можете вспомнить, хотя можно зайти самому посмотреть, конечно, но это байт на комментарии, байт на комментарии, вот, что это за 34-ка, значит, на фоне КВ-1Н, ну, понятное дело, у нас брони будет поменьше, на самом деле, плюс-минус у нас подвижность с той же КВ-шкой экранированная одинаковая, понятное дело, что тут масса поменьше, то есть мы должны быть, в общем, мобильные, но по общей динамике, именно в реалистичных боях, мы не особо просаживаемся, то есть, да, куда-то мы быстрее доедем по таймингам, нежели КВ-шка, где-то в каких-то моментах мы будем покруче крутиться, да, но в целом у нас уменьшается количество брони, снаряд примерно то же самое пробивает, хотя тут нефка, да, по-моему, пушка, тут же нефка, F-34, F-32, тут чуть получше, типа, пушка, то есть у нас вроде как чуть побольше мобильность, но при этом брони поменьше, то есть нас в щеку пробивают, тут вот, правда, Шерман нам в скос попал и поэтому не пробил, поэтому, не знаю, наверное, лучше играть на именно первый выезд на КВ-шке, ну, раз мы вот взяли 30, ну, на КВ-шке поиграли, да, поиграли на КВ-шке и показали, как нагибать на этом слабом танке, и теперь можно поиграть и на 34-очке. Значит, 34-очка у нас более мобильная, что-то мне не нравится эта ситуация, что у меня фланг команда проиграл, ну, давайте кинем артиллерию. Посмотрим, что тут будет. Эээ, тут, тут кердек сейчас будет. Тут несколько танков, судя по всему, едет на точке Шерман шведский, который, видимо, никто не убьет. Еще вроде как у нас на одного члена экипажа меньше, то есть у нас их 4, то есть у нас живучести поменьше, и в большинстве случаев ваншоты прилетают в корпус. Ну, отличие этой 34-ки от линейной, то, что у нас вроде как брони, значит, коллизия объекта, коллизия здания, у нас брони в ВЛД побольше, то есть экранирована она чем? Тут наварена дополнительная плита ВЛД. Если мы стоим именно прямым углом, то, понятное дело, нас пробивает. Если чуть в ромбе, то могут не пробить. Ну, вот, допустим, М10-ый какой-нибудь, ну, скорее всего, он нас пробьет. А вот какой-нибудь там пазик, допустим, он может нас не пробить. О, какой-нибудь. Самый сильный снаряд в игре, кстати. Это... Это снаряд. Каморный. Самый предсказуемый по урону. Так, ну, мы убили Турана. М10-ый это. Что-то уже не такой наглый, да? Убил твоего друга. Там итальянский, он еще Шерман. Ё-моё, нас Шерманы убивают. Надо им 10-ого убить, попытаться все же. Потому что вот тут уже Шерманы катаются. Видите, он в углу правом. И М10-ый дико неприятный стоит у меня и контролит. Он причем еще задним ходом сдает. У него маленькая скорость, то есть у него есть стабилизация. Мне надо выкатываться, так еще и надо это, выкатываться корпусом. Так, Шерман уехал, к сожалению. Так еще один вроде Шерман стоит. Нет, жаль. Все повыходили. Ладно, на мужчину давайте, на 10-ого выкатываемся. Все, мужчину победили. Победа. Еще один Шерман. А не, это тот же Шерман, да? А, понял, обработал. Ну, можно попытаться броней как-то вот танкануть ВЛД. Может, он стрельнет нам ВЛД. Какой-то японец. Чтоб проверить, как мы танкуем нашими экранированными ВЛД. Правда, у меня корпус немножко вниз смотрит. Приведенка не работает. Ровным счетом. Подставляю. Эта броня, она работает в первую очередь именно против танков, которые, ну, на ВЛД дополнительно, которые ниже нас по БРу, то есть, как у обычных 34-ок, хотя обычные 34-ки там тоже вроде на 3, 7, 4, 0. То есть, более усиленная просто ВЛД, но при этом более слабая башня. Ладно, сколько мы фрага? 3 сделали фрага, все. Значит, можно взять самолетик, попытаться. Эх. Там спорбили в щеку. Ну, да, в щеку. То есть, да, ВЛД у нас хоть усиленно, но ЩК у нас довольно сильно торчит. И поэтому в эту щеку ваншот летит гарантированно. Так-то надо задержку полторы секунды поставить на средние ранги. Все же пришли. Давайте возьмем Як-9К. Сейчас хайпующий самолет. Говорят, что этот самолет сейчас все абсолютно вырезает. Без каких-либо то не было проблем. Я играл на этом самолете на стриме, когда мне его заказывали, но мне на нем не удалось штурмить по очень простой причине. Дело в том, что если раньше на средних рангах авиации было не так уж и много, да, именно в реалистичных боях, потому что люди не выкачивали летку, хотя ее не сложно на эту среднюю рангу выкачать, то сейчас вот прошло уже лет 10 с тех времен, как этой летки не было и очень много авиации летает, поэтому тебе вместо того, чтобы штурмить этой 45-миллиметровой пушкой, да, с каморниками, тебе приходится бороться именно с авиацией. И из-за того, что тебя все время пытаются перехватить, вот этот весь штурмовой потенциал Яка, он сходит на нет просто, хотя пушка вот довольно скорострельная, да, у него там один чувак у Брэда оставался, понял, обработал, забавная ситуация, ну вот, кстати, по Брэде бы лучше фугаса бы поработали, так, ну надо вот тут попытаться что-нибудь заштурмить, вот Шермана, допустим, и он чито этого, эх, несколько раз попал, не убил, значит, чито надо убить, надо СУ-152 засевить, просто СУ-152 не вывезет против двоих, там зенитка, что ли, по мне стреляет, признаюсь честно, я не разыгрывался перед записью видео, поэтому могу довольно криво стрелять, плюс то, что ЯК, он виражный, да, то есть можно под критическими углами уже просто выходить из пикирования, но, по-моему, ЕУ-2 это может, то есть вот ЕУ-8, плюс у него бомбы еще есть, поэтому тут как бы на любителя, но пушечная штурмовка, да, она довольно в некоторых моментах прикольная, если у меня радиовысоту зачем-то показывает, а, потому что я же играю на топ-тирах этих ваших, точно, я играю на топ-тирах, из-за этого у меня радиовысота стоит, ну, на этом боевом рейтинге просто это бессмысленно, здесь нету парлов, как же этот шерман живет и не хочет умирать, так, мы засейвили нашего, ну, Юнкерс летает, Юнкерс штурмит, зенитки работают, и еще вот самолет один, да, то есть вот в чем проблема, основная, в принципе, штурмовки на Яки, я вот, и почему я не увидел, что он имба какая-то, это в том, что, это в том, что вода замечательно работает, это в том, что, ну, очень много авиации летает, вражеской, и, ну, по-моему, опыт очень мало, на самом деле, советских зениток появляется в боях, обычно появляются именно немецкие или американские, а вот советских довольно мало, и поэтому тебе некому прикрыть, то есть даже если тебе на 6 садится какой-то самолет, ну, то есть если тебе на самолет, на средних БРах, на 6 самолет садится, и у него больше энергии, ты проигрываешь абсолютно на любом самолете, и просто когда ты штурмишь, да, летаешь у земли, у тебя энергии нет, а самолет противника резается в воздухе, он на тебя заходит, и ты проигрываешь ПВП в любом случае от энергии, поэтому тебе нужно что сделать в этом случае? Правильно, пролететь куда-то и попытаться вывести на союзную зенитку, а союзных зениток очень мало, их нет, они редки, поэтому в этом плане, конечно, штурмовка от наяки, ну, в моем случае я пытался уйти от самолета, и крыло что-то там задело, невероятное, так, поставили на гусеницу каким-то образом, этого стрелка, ради столбил, каким образом, так, надо бомбу кинуть, правильно, потому что давно бомба не кинула, на средних рангах, вот можно на вот этого японца попытаться кинуть, да, можно, ай-яй-яй, попадание, ну, тут зенитка умрет хотя бы, победа по штурмиле получается, что-то какой-то второй бой не очень клевый, после первого, вот, ну, что на Илье втором, а-ля Ил-8, что на яки девятом, штурмить можно, только если, значит, вы имеете прикрытие от команды, то есть, если у вас, не вот так, конечно, слив идет, ну, да ладно, так, ну, СУ-152, да, зачем его брать, в сетап 4.0, ну, СУ-152 брать, разумеется, ради пушки, для того, чтобы вот так вот давать маншоты, но очевидно, что у СУ-152 нет никакой брони, и каморники нас спокойно убивают, так, ну, давайте дублер возьмем, дабл ту, дубль два, как говорится, значит, там их два, ко всему прочему было, тут еще чего-то едет, Шерман тот, который, наверное, походу, это Шерман, который тут был, хотя, нет, это Пазик, значит, эта самоходка, она больше про пушку, брони у нас как-то такой нет, то есть, подвижность и пушка, то есть, у нас же корпус КВ-1, да, то есть, как таковой у нас брони тоже особо нет, сколько там, по-моему, я не помню, 40 или 60 миллиметров, то есть, на броню на этой самоходке, надеяться, не стоит, мы играем чисто на этой машине, ради, значит, орудия, чтобы давать гарантированные шоты, каким-то Пазикам, 34-ки, не особо, их выцеливая, но, если честно, я ее в сетап добавил, ради прикола, на ее место можно было бы добавить, наверное, любой другой танк, в целом, который есть на этом боевом рейтинге, кстати, а немцы-то за нас оказывается, я вот говорю, что у немцев есть зенитки, а поэтому их нет, ага, вот так, все, понял, обработал, коллизия объекта сказала мне адьес, ну, как говорится, геймплей 10 лет не меняется, коллизия объектов 10 лет тоже не меняется, кстати говоря, я уже несколько лет говорю про то, что коллизия у объектов довольно кривая, и через эти объекты довольно сложно стрелять, те, кто эти боевые рейтинги очень активно играют, наверное, про эти коллизии знают, но я же это не изучаю, потому что средние боевые рейтинги довольно скучные, именно по вот такому геймплею, хотя хрен его знает, что-то могло быть скучно в этой игре, и почему моя команда, таким образом, конечно, проиграла, но мы на первом месте свое дело мы сделали, ладно, давайте еще один бой, да, и попробуем, может быть, еще раз на Яке 9 больше поштурмить, и может быть, сейчас первым выездом возьмем именно ИСушку, нет, это Сушка, это не ИСушка, это Сушка, просто есть еще ИСУ 152, по-моему, она на 4.7, у нее, по-моему, все то же самое, может там снаряд получше, но при этом там еще меньше брони, и силуэт побольше, на самом деле, эти самоходки, они, если мы говорим про общий геймплей, довольно сильно уступают обычным танкам, потому что, что танки дают гарантированный ваншот, что самоходка дает гарантированный ваншот, то есть, вот этот калибр, на самом деле, он прям не чувствуется в разнице, если мы берем про КВшку, да, то есть, ты тут, на фоне обычной КВ-1А или Т-34А, можешь спокойно куда-то там всего отстрельнуть, и напрягаясь что-то убить, на Т-34А надо целить, но, если так подумать, то все равно, что тебе нужно орудие там в сторону противника наводить, правильно, и поэтому потратить там дополнительную секунду на прицеливание в уязвимое место, которое ты знаешь, ну, то есть, тут наводка еще усугубляется тем, что нет башни, поэтому, тут наводка тоже, как бы, похуже, поэтому плюс-минус, оно выходит, результат, что на СУ-152, что на КВ-1А одинаковый, кстати, можно еще на СУ-152 стрелять фугасами, фугасы довольно мощными, но, опять же, да, нужно выцеливать правильно, то есть, стрелять в нужные места, машина шутки ради, значит, имба скрытая, которую никто не знал, каморники, которые очень много пробивают, и фугасы, которые очень много пробивают, но броня, живучесть, корпус 60, башня 75, ну да, брони у нас, получается, нет, нас все убивает, нас же 34-ки пробивает, что довольно печально, на самом деле, так, Т-50 у нас, а куда мы попали, кстати, мы попали вниз списка, понял, значит, опять 4-7, кстати, да, проблема этого боевого ритинга, в том, что он практически никогда не играет в топе, в последнее время, на удивление, но если вы попадаете в топ, это просто резня начинается, скорее всего, как говорится, скрытая подкрутка есть для КВшки, чтобы она не играла против новичков, и чтобы КВшка их не вырезала, видите, сколько задержка на выцеливании, все равно уж нужно, целить-то правильно, если бы я не цель, но правильно, куда-нибудь там в МТО стрельно, он бы не помер, хотя, кстати, вот фугасы для таких моментов есть, но фугасы, вот, к примеру, на этой карте, они бы заводились бы об кусты, там, об заборы, то есть, опять же, свои минусы, по итогу, плюс-минус, все равно выходит одно и то же, у нас какой-то танчик едет в Базику, он тут проедет же, я надеюсь, давай, Базик, страха нет, тут должен проехать, не, не выкатывается, он пытается, АМ-24 катается, понял, вот у Базика страх есть, а у АМ-24 нет, видите, по итогу Базик не помер, потому что он боится, АМ-24 помер, я не могу здесь, в отличие от 34-ки и КВ-шки, кататься активно, опять же, по причине того, что у меня нет брони, как таковой, и у меня очень долгая перезарядка, то есть мы тут играем больше про позиционку, то есть мы поджидаем, что кто-то тут куда-то подъедет, перезарядка, по-моему, то ли 18 секунд, то ли сколько, не по-моему, а, 22, то есть мы по полминуты перезаряжаемся, чтобы дать такой же ваншот, как дает тот же КВ-1М, но в этом есть, наверное, некое эстетическое удовольствие, кидать 32-х миллилитровые каморники в Базики, или прочая машина, Базик тут все еще стоит, да, он боится, он, кстати, справедливо боится, вот тут, кстати, бы фугас, наверное, лучше был, ну, наверное, давление, да, сработает, давление сработало хорошо, у нас же очень мощный каморник, у нас есть давление, 839 грамм, поэтому даже если, ну, если бы я вот сюда, к примеру, обычный бы каморник стрельнул, то, возможно, я бы не выбил там боями хвода, и стрелка радиста, а здесь, раз у нас есть давление, то мы выбиваем абсолютно весь экипаж, тут что-то еще едет, два танка, Шерман, бум, тут даже можно целить не совсем точно по Шерману, вот у нас, вот у нас, пазик еще один, еще один пазик, очень много пазиков, очень много, так поехали сюда, так пазик рубили, и вот сюда выкатимся, на агрессии, опа, что это? Это зенитка, я понял, то есть мы убиваем пазики, убиваем все, что угодно, а зенитка шведская танкует в корпус, все обработал, пытается мне вторую гусеницу выбить неприятный, это клево, кстати, из-за того, что у него брони нет, там каморник, по итогу не взвелся, он просто на вылет пролетел, и по итогу у нас давление, это и не сработало, кстати говоря, давление вроде как работает, если каморник взводится, вот кстати, фугас в этом моменте был бы действительно покруче, ладно, давайте еще раз возьмем яг 9к, попробуем это им бы поштурмить, ну да, в исключительных каких-то боях, возможно, яг 9к будет очень хорош, но вот сейчас у нас есть авиация, кстати, ягкие эти 9 летают, правда, один тэшный, раньше на тэшном все летали, у меня тоже довольно большое количество боев на ягкие, там 9-ом тэ отыграно, ну я 9к его сбил, он М-13, да, то есть мне нужно бояться этой зенитки, то есть мне нужно сейчас зенитки отрабатывать, вон раз зенитка, два зенитка, и по мне они стреляют, Б-25, он пытается его сбить, Б-25 сбивают, то что это, Б-61, ой-ой-ой-ой-ой, это довольно мощный самолет, с мощным курсовым, и с мощными турелями, то есть куда здесь не лети, он меня будет пилить, что печально, ой-ой-ой, да, вот турелька, турелька, ну, я не знаю, как у людей конкретно умудряется штурмить так, что они вырезают всю наземку, у меня вон все время какая-то ситуация, какого-то ПВП с какими-то вон, Black Widow, меня все время пытаются они убить, это 20-ти миллиметровая турелька, это очень опасно, это мы уйдем, пускай он уходит, так, надо кого-то заштурмить, это зенитка, да, спрятался за здание, понял, обработал, он тоже делает заход, он еще и бомбы может кидать, кстати, очень редкий самолет, по-моему, он и премиумный есть, и линейный, не помню, чем они, конечно, отличаются, но это очень страшный самолет, по итогу выходит, вот вроде вон сарай, с одной стороны, а с другой, турелями может расхерачить, даже турель больше работает, как основное вооружение, ну и вон второй еще самолет появился, не знаю, я же говорю, я не понимаю, как умудряются люди штурмить, то есть мне теперь два самолета надо отыгрывать, потому что этот мин на шесть сел, то есть он до конца просто улетит, упарывается, зенитки будут, зениток нет, понял, обработал, самолеты гоняются, зенитки стреляют, ну, не знаю, как штурмиться, конечно, это им бой новый, надо забрать перед смертью, забрать один танк, он летает по низам, зенитки по мне работают, Т-51 заходят, подпал, все, жжи, хотя он зенит очкат на есть, ну, в принципе, на самом деле база, то есть вот так оно и играется, то есть сделать фраг 2, и после этого все умерли, не знаю, может быть его брать попозже, то есть брать, когда там летка уже разлеталась, друг друга позабивала, или там наоборот раньше, следить за энергией, следить за высотой, то есть много каких-то условий для того, чтобы штурмить на этом Яки 9, он бой на Рейне, или как эта карта называется, я не помню, а, Берлин, даже бой на Берлине какой-то по итогу более, не знаю, более интересно, что ли, выходит, то есть я там сделал 3-4 фрагов, или сколько, на самолете, а здесь просто погода еще, и летают вон какие-то эти, Black Widow, и не дают тебе играть, вот такие вот ваши штурмовики имбовые, в общем, проблемы на самом деле нет с этим самолетом, то есть да, появился новый вариант штурмовика, потому что говорили, что там на Рейдите, вроде как, но и вот на этот Яки 9, который все вырезает, ну, люди вон начали брать самолеты, начали их сбивать, начали брать зенитки, начали тоже сбивать, и, по итогу, все нормально, то есть никакой проблемы с Яком 9, то, что он там жестко каморниками пилит, на самом деле нет, еще одна зенитка разрезалась, дико неприятная, даже вот на Илье 8, как-то лучше бы идет, он инвольный, по нему он стреляют союзники, да, метка щита, и он инвольный не умирает, дико неприятный на М42, очень много зениток на этих БРах, ну, кстати, да, сейчас из-за того, что эти БРы, они прям стали массовыми, из-за этого очень много и самолетов, и очень много зениток, поэтому отыгрывать на какой-то конкретной машине, и чтобы какой-то один успешный бой был, это, наверное, один из нескольких, то есть, как обычно, какой-то, как такой гарантированности тут нет в отыгровке, потому что очень много условных но, на топовой авиации, к примеру, если к тебе заходит какой-то самолет, то есть, то ты его видишь по СПО, по крайней мере, радар, или там пуск у тебя может быть отображаться, если у тебя есть этот, сейчас КАЭП, или какой-то называется, короче, это оповещение о пуске, прикольная тема, кстати, акционный, акционный кораблик, который был в баттлпассе, самолет-кораблик, вот, я ему фаталки дал, о, даже на зенитке сбили, 4 КПВТ имба, были бы эти 4 КПВТ, на Берри пониже, можно было бы даже пазики 3 пилить, но здесь попасться, конечно, к третьим пазикам, шансы довольно низкие, ну, в общем, о, кстати, альфа и омега, кстати, я альфа, я и омега, вот так вот, о, 7500 заработал, в общем, вот такое у нас видео, если вам нравится видео, про среднеранговые машины, прокачка в прямом эфире, то ставьте лайки, и предлагайте свои сетапы, будем делать тоже иногда машины, и про средние ранги, а не только про топы, хотя, мне кажется, средние ранги все же немножко такие скучные, но в целом, да, сетап прикольный, КВ-1Э имба, всем до следующего видео.